Дорогой волшебник с бородой седой Принесет подарки каждому домой Нравится нам очень праздник, Новый год Потому что знаем, Дед Мороз придет Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья и товарищи Он с бородой, возможно, Дед Мороз и ассоциируется с своим миролюбием Это Петр Алексеевич Кропоткин А вот кто же Снегурочка, вы узнаете в процессе просмотра данного видеоролика Поэтому давайте же не будем тянуть ни минуты свободного времени И начнем рассуждать Перед началом просмотра данного видеоролика Рекомендую вам подписаться на мой медиаресурс, где я пишу статьи Давайте продолжим Как говорится, все новое это хорошо забытое старое И если на просторах интернет-медиа мы могли видеть мемы, что типа там Дед Мороз ожидания, реальность Там как бы с одной стороны какой-то аниматор, а с другой стороны это Петр Кропоткин То, как рассказывает в одной из своих статей американская писательница Рут Кинна Петр Алексеевич Кропоткин еще при жизни удивлялся своему сходству с Дедом Морозом А также его прототипом Николаем Чудотворцем Хотя, чисто говоря, внешне Николай Чудотворец и Петр Кропоткин как-то не особо похожи И религиозный характер здесь даже приписывать не буду Тут не об этом ролик Особую привлекательность в фигуре святого в глаза Кропоткина придавал тот факт, что Николай решил использовать свое немалое состояние, чтобы облегчить положение бедных Только чисто вот с позиции утилитарности и с позиции какого-то действия, но не внешнего вида Однако, философа смущала несколько другое, а именно коммерциализация Рождества в викторианской Англии, ну и не только, как мы с вами видим на сегодняшний момент Петр Кропоткин даже сочинил небольшое стихотворение, в котором отразил свое отношение к данному празднику Стихотворение на английском языке, а с переводом на русский оно вообще не в рифму, но там как бы выражается вот эта идейная составляющая Что мы едины, мол, а вот эти все как бы искусственные идеи, это все выдумки и так далее и тому подобное Петр Кропоткин считал, что вот за счет новогоднего ажиотажа детей заставляют давить на родителей, чтобы те как бы покупали все больше и больше То есть тут опять-таки вот этот потребительский момент, момент связанный еще и с обществом потребления, если рассматривать современную эпоху Да и в целом, как не стыдно обворовывать пролетария 19 века вот из-за такой ерунды Я решил выделить огромное количество пунктов, по которым мы можем с точностью определить, что Петр Кропоткин это Дед Мороз Пунктов я выделил огромное количество, их целых 5 штук, это очень много Итак, первый пункт это внешний вид, внешний вид не обсуждается То есть вы меня можете спросить, а почему Петр Кропоткин не в новогоднем костюме на фотографиях Ну потому что, во-первых, как бы не каждый день надо ходить в костюме Деда Мороза и только вот на праздник То есть это один раз в году всего лишь, ну и видать Петра Кропоткина не запечатлели, но чисто внешнее вот сходство, да, в лице оно имеется То есть по-другому никак, да и в целом даже аниматоры, они же не 24 на 7 ходят в новогоднем костюме, а только когда надо И Кропоткин тоже, видимо, когда надо Итак, на основе первого пункта мы поняли, что тут как бы внешний вид, это вообще не обсуждается И именно благодаря внешнему виду у нас появилось огромное количество интернет-мемов, связанных с Петром Алексеевичем Кропоткиным и предновогодними праздниками Второй пункт это стойкость к холодам Как мы с вами понимаем, Дед Мороз, он, ну, работает на холоде и для него это привычная атмосфера Петр Кропоткин побывал в Сибири, не в самом теплом месте, как понимаете Даже у меня был период дистанционного обучения, когда было минус 45, то есть А Кропоткину такая атмосфера была по душе, то есть Сибири ему понравилось, потому что там он разглядел какие-то анархические начала, связанные со взаимопомощью И в целом там в Сибири была упразднена иерархия, поэтому были возможности для анархизации вообще общества в целом Даже если так рассматривать, Бакунин тоже имел схожие взгляды с Кропоткиным в данном плане по отношению к Сибири И Бакунин даже списывался с Потаниным, что очень интересно То есть Кропоткин в Сибири разглядел анархические начала, запечатлел это все в своих дневниках Ну и как бы молодец Третий пункт это культивирование взаимопомощи среди живых существ Дед Мороз дружит со всеми животными в лесу, а также с людьми И это даже отразилось в книге Петра Кропоткина Взаимопомощь как фактор эволюции или анархия и нравственность еще можно приплести сюда То есть такие два манифеста Деда Мороза связанные с нравственностью Четвертый пункт Дед Мороз использует этику, просто отсылка сразу на Кропоткина Но не религиозную метафизическую этику, а именно эмпирическую этику Если посмотреть на разделение такое как у Агюста Конта Там развитие общества религиозное, метафизическое, эмпирическое То Кропоткин вот это специфическое разделение перенимает у себя в контексте именно рассмотрения этических начал Особенно этических начал в анархизме Люди сами по себе придумали нравственность Нравственность зародилась в общественном вакууме И люди способны на какие-то нравственные поступки И Петр Кропоткин верит в нравственное начало человека Даже нас в детстве учили, что веди себя хорошо, к тебе придет Дед Мороз Ну то есть Кропоткин И мне в детстве не говорили, что если будешь вести себя плохо, тебя Бог покарает Мне говорили, поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой То есть тут уже видоизменяется концепция этики в обществе и как бы Дед Мороз это все поддерживает и культивирует Опять-таки я поэтому и говорю, что к Николаю Чудотворцу мы как бы отходить не будем У нас чисто тут сугубо современный Дедушка Мороз Пятый пункт будет довольно мощным и добивающим, так скажем, напоследок Это, ни за что не догадаетесь, подарки Почему именно подарки, спросите вы Потому что Дед Мороз дарит подарки детям бесплатно, безвозмездно И тем самым культивирует экономику дарения, которая является базисом для социального анархизма То есть Петр Кропоткин с детства детям, как бы, так скажем, внушает свои идеи И как бы это не осуждается, не осуждаю, как бы одобряю Теперь переходим к самому интересному в ролике, кто же Снегурочка Можно было бы упомянуть жену Кропоткина, но она, во-первых, не внучка, да Но вот, знаете, Эмма Гольдман, почему же? Ну, потому что в различных организациях братьями и сестрами становятся не по крови То же самое должно работать и с внучками Хотя термин братья-сестры, который котируется именно в религиозных конфессиях Мы использовать как бы тут не будем У нас, скорее, товарищ Снегурочка Эмма Гольдман Эмма Гольдман с Александром Бергманом колесили по РСФСР После того, как их выслали из Соединенных Штатов То есть там были такие аналоги американских философских пароходов Правда, если в большевистской России высылали именно правую радикальную интеллигенцию То из США высылали левых То есть, прикиньте, Эмма Гольдман сажали там на 5 лет Из-за того, что она говорила, типа, женщины, пользуйтесь контрацепцией То есть вот в такой демократической стране такие как бы вот моменты были довольно дикие Ну и колеса по РСФСР Эмма Гольдман с Бергманом встречались с Лениным, с Махно Ну и также с Кропоткиным В свою же очередь, даже на похоронах Кропоткиной Эмма Гольдман выступала с речью То есть, ну тут вообще жесткий респект Американские анархисты также выступали, ну, на похоронах Кропоткина Это очень необычно, то есть, это показывает такой, знаете, общественный вес в лице Петра Кропоткина Потому что, если учитывать, что даже при жизни его текста переводили там, да это же на японский язык рабочий То есть, ну это уже очень большой респект, это слишком круто Субъекты новогоднего или для кого-то рождественского настроения могут выступать в разных формах Ну, опять-таки, Рождество скорее трогать тут не стоит Потому что, я говорю, мы не будем делать отсылки на Николая Чудотворца Если в нашем пространстве это Петр Алексеевич Кропоткин, понятно, почему интернет-мемы это даже все хорошо котируют То в Европе и Америке это как бы скорее, ну, сами понимаете кто Я думаю, вы понимаете, кого тут можно разглядеть Тут можно, знаете, внутри самой по себе дионисийской антикапиталистической, даже иерархической модели Найти аполоническое и дионисийское начало Х2 Например, там какой-нибудь Макс Гринчер будет антиподом к Карлу Марксусу В классическом анархизме по отношению к Кропоткину может выступать Бакунин То есть, там, созидание против разрушения Но это, знаете, объект больше для трансцендентальной какой-то рефлексии И то не факт, потому что тут смотря относительно чего Относительно Кропоткина может выступать Бакунин А относительно уже государственной какой-то рыночной машины, общества потребления Тут Бакунин и Кропоткин в синтезе выступают Так как тут, как бы, крайне бунтарское направление Бакунина Должно рождать созидание Кропоткина Вот в чем, как бы, такое тут вся специфика заключается Что нам еще давным-давно завещал Дедушка Мороз? Дорогие друзья На фоне новогоднего ажиотажа Когда сознание потребителя становится игрушкой в руках монополии и идеологии рынка Не стоит потреблять сверх меры Надо уметь использовать возможность для независимости от новогоднего ажиотажа Который стремительно разоряет наши карманы ради мгновения То есть, опять-таки, тут отсылка даже на общество спектакля Гидебора Конечно, про новогодний ажиотаж он не пишет Но факт, то есть, у нас какая-то идеология в голове сидит Что вот Новый год надо много-много понакупить А вы представляете, что это как бы в ущерб нашим карманам Но не в ущерб именно там вышестоящему классу Ну, представляете себе, какая-то хитрая идеологическая ловушка Которую мы даже просто не рассматриваем никак А хотя следовало бы рассматривать Как бы мы тратим все средства и ресурсы просто на потребление Ради какого-то мгновения Ради того, чтобы проснуться такими опухшими И говорить, зачем я это сделал Но не тратим средства там на саморазвитие, например То есть, на книги или на что-то еще Люди не будут тратить свои средства Мы будем тратить это на безделушки, на украшения Чтобы это вот постояло просто Пользы не принесло и все ушло А тратятся как бы, ну, деньги, средства И обогащается за счет этого всего сам по себе Понятно, кто фабрикант А не простой человек То есть, это идет нам в минус А не вышестоящему классу Поэтому, наверное, надо смотреть критически Опять-таки, тут играются с человеческой нравственностью Когда там полки разносят люди Они друг с другом дерутся Ради какого-то товара Особенно, если это какие-то черные пятницы, например Да, вот вы видели кадры различные И это как бы нарушает человеческую нравственность Основу эмпирической этики И, понятное дело, наш Дед Мороз Петр Кропоткин Хочет с этим бороться И говорит нам, что правильно делать А что делать не стоит И я думаю, что мы его урок усвоили И будем как бы распространять его в массы На этой ноте я бы хотел закончить его повествование Если вам понравился данный видеоролик То ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал Товарищанком А я вам желаю хорошо провести Новый год И также хочу напомнить, что у меня будет новогоднее обращение Отдельно, где я расскажу про политику канала в дальнейшем И вообще про итоги года Вот, поэтому желаю всем Опять-таки хорошо провести Новый год Удачи, здоровья И до скорых встреч Всем пока